Сейчас вот такая ситуация еще сложилась, что в Спартаке, ну это, не знаю, в десятый или в сотый раз обсуждается, есть какие-то свои футболисты, которые вылаждают по другим клубам. Ну, на слуху тот же Дзюба, который, в общем, немало забил, в Ростове, там, Джано, там, и так далее, и так далее. Вот тебе другой вариант, что почему-то они не в Спартаке. Главного тренера не устраивает. То же самое вопрос я тебе задам, почему Дзюба не в сборной? Да, молодично. Почему Дзюба не в сборной? Он забил больше Киржакова. Тренер видит так, он тренер, ему отвечать потом за этот результат. Он будет отвечать, и он будет говорить, почему Дзюба не в сборной, почему Дзюба не в Спартаке. То есть он может даже никому не объяснять, я так считаю. Почему я должен кому-то объяснять? Я считаю, что он мне не нужен. Есть разные ситуации внутри команды, которых мы не знаем. Ни ты, ни я, никто не знает. Что произошло между Валерой и Дзюбой? Я читал очень много его интервью Дзюбы. Что там произошло между ними? Дзюба великолепный игрок. Мне очень сильно нравился. Мы еще и нравятся, мы разговаривали по этому поводу с Валеркой Кеченом. Я вас спрашивал, мы когда в Барселоне были, с ветеранами играли, я говорю, почему Дзюба не играет? Я думаю, Дзюба не просто был на поле с таким нападающим, да? Под Дзюбу можно конкретно строить игру. Он техничный, он высокий, он хорошо играет головой. Что у них произошло с Валерой, я не могу тебе ответить. Что там? Может, он действительно Валеру не устраивал, как игрок? Такой вариант тоже возможен. Скорее всего, что он такой и был. Не знаю. Но по интервью Дзюбы, видимо, другое. Ну, хотя, лично мое мнение, Дзюба заслуживает играть в «Спартаке». Действительно, он доказал это в Ростове. Ну, сейчас возвращается, посмотрим. Если честно, я думал, что он в сборную поедет на чемпионат. Ты же сам сказал. Раз тренер считает, что нет, так нет. За твоими плечами, там, ну, 10 лет я посчитал легионерство, там, Испания, Голландия, Япония. Какой вот самый сложный был у тебя момент в твоей легионерской жизни? Переход из «Спартака» в «Хихон» и последний год в «ПСВ». Поисковый-то рассказ с «Геррицон», да? А вот переход из «Спартака» в «Хихон», может, кто-то из молодых послушает, вдруг позовут за границу. Это что, просто шаг в неизвестном, да? Ну, скажем так, шаг, заработать деньги первый, который на тот момент... Ну, в чем здесь сложности? Нет, сложности, никого не было. Не сложности, я имею в виду, что ты должен понимать, у тебя семья, у тебя дети, разница большая в зарплате. И конкретно ты понимал, я понимал, куда я иду, я понимал, что «Спортинг-Хихон» — это не «Спартака» Москва. И я, придя туда, я понимал, что я буду бороться не здесь, а здесь. Я это понимал, прекрасно все, но я не очень хорошо... И зарабатывать придется в команде не самый сильный, да? И после того, как ты приезжаешь туда, и после того, когда ты все время играешь в Лиге Чемпионов, ты борешься за самые высокие результаты, и приезжая туда, ты начинаешь бороться за выживание. И просто я был в шоке. Я через полгода, даже раньше, через пару месяцев, я кричал, я хочу вернуться назад, но хорошо, там был Витя Анопко. Он меня успокаивал, говорит, давай подожди полгода, сейчас, через полгода... А что, не принимали тебе футболисты, нет? Нет, нет, все было великолепно. Там был Игр Лидяха в то время. Да. Все великолепно было, меня все устраивало. Меня не устраивало игра и результат того, что по футбольным меркам. По деньгам мне все устраивало. Для выживания, да? Да. Ну, у нас за полтора, за два года моя работа там у нас поменялось около шести тренеров. Каждые 2-3 месяца у нас, каждые 3-4 месяца у нас менялся тренер. При одном тренере нам вообще давали мяч, только в четверг. Я так, что бег, прыжки, кроссы. Организация игры без мяча. Ну, ты кросс бежишь и... Полчаса. И вспоминаешь, что... И бежишь и думаешь, бог с ним, сейчас в конце месяца упадет на карточку деньги, и надо потерпеть. Я же тебе говорю, вот это вот, да, вот это успокаивало. А у тебя в контракте не было, что надо язык учить там, или ты сам как-то решил? Нет. Потому что я вообще спрашиваю, что в России никто принципиальный тут. Нет никакие тренеры... А, Валерий Георгиевич не задавал этот вопрос тоже. Ни адвокаты, ни хидинги, они ничего не учат, ни спалят, и у них есть переводчик. Про футболистов мы даже говорим. Что Валерий Георгиевич тебе сказал? Он сказал, что нет. Не учат. Но это нужно вообще? Обязательно. Или... Я считаю, что надо. Обязательно. Игрок, приходящий в другую страну, обязательно должен хотя бы знать минимальное количество набор слов, чтобы понять, чтобы мог объяснить игроку... Защитник защитнику должен объяснить. Право, лево, подстрахуй. Я не говорю в совершенстве знать. Но если ты приехал, допустим, в Испанию ты приехал, и у тебя есть планы там оставаться, пожалуйста, учи в совершенстве его, без проблем. Но если ты приехал сюда на 2-3 года, не знаю, насколько ты подписал контракт, ты обязан знать минимальное количество слов. У тебя, пускай, будет переводчик потом, после тренировки, после игры, там, что тебе надо. Но минимальное количество слов ты обязан знать, чтобы ты мог на поле подсказать. А как ты будешь подсказывать? Центральные защитники возьми. Как он будет подсказывать? Подстрахуй право-лево. Что он будет кричать ему? Может, поэтому Париха и не заиграл в Спартаке, что ли? Не знаю, кому что подсказывать. Я тебе просто приведу пример с тем же PSV. Когда нас подписались, тогда был Бобби Робсон, у нас пришло 7 или 8 новых игроков. Нас, это все стояло в договоре, нас за один месяц до сборов мы прилетели туда, иностранцы, кто там португальцев, португальцы были, Славак был, я, ну, и целый месяц мы с 10 утра до 4 вечера у нас было учение. Устали. Помимо того, начали сборы, мы проходили сборы в Инховене, первая тренировка, тренировались, между паузой идет, команда отдыхает, а мы ходили учить дальше, продолжать. И Бобби Робсон вместе с нами ходил. Немного о российском чемпионате, судя по тому, как ты... Ну, я тебе много не скажу про него, потому что... Ну, смотришь ты частенько матчи, да? Ну, я в основном смотрю те матчи, которые, где работают мои друзья. Ну, что скажешь? Основные мачты, основные мачты, где играют лидеры. ЦСКА законный чемпион? Да. Насчет чего? Вроде бы состав неяркий, и игра такая, достаточно, нерациональный. Кого бы ты отметил? В ЦСКА почему-то, говорит, неяркий. Линия защиты, посмотри, сборная России. Вратарь, один из лучших вратарей, считаю, в Европе, сто процентов. Тошич. Тошич, нападение Думбия, остав Вагнера Лава, вообще бы было. ЦСКА очень грамотная команда, и у них очень грамотный, толковый специалист. Ты имеешь в виду с Луцкого, да? Я думаю, что еще и толковый очень президент. Очень грамотный президент, который любит футбол, и который понимает футбол, а это очень важно. Я вообще считаю, с Луцкого, наверное, на данный момент самым лучшим тренером то, что у нас сейчас есть. Смог бы он в Испании работать как больше? Сто процентов. Если бы знал испанский язык, да. А тренеры в Испании все языка. Ты имеешь в виду какие? Ну, там клубные тренеры. Иностранцев испанские не тяжелые. Иностранцев не так много, да? Или практически нет? Нет, почему? Есть. Там Югославы есть. Проблема еще нашего футбола, понимаешь, в чем смотри. Не нашего футбола, скажем, допустим, тренерского штаба. В Испании есть закон. Если ты оттренировал, ты тренируешь команду и тебя убирают, ты в этом году не имеешь права тренировать команду в высшей лиге. Потому что тебе клуб продолжает платить деньги до конца года? Нет, нет. Тебя убрали, тебя там, ну, неустойкую, там, не знаю, как вы договаривались, там, для меня, как они договаривались. Ты все равно не имеешь права. Ты не имеешь права в этом году тренировать. Тебя жил. Потому что дают работу другим специалистам Испании. А, да, понял. А Эмири получил работу, потому что он из Спартака ушел. И с другой стороны. Нет, подожди. Эмири получил, потому что Эмири тренировал за рубежом. Так, за рубежом нет проблем. Ну, понятно. Я тебе, как говорят, говорю Испанию. А посмотри, что у нас в России сейчас происходит. Одного убрали, он вот через три месяца пошел тренировать другую команду. Тем самым они не дают рост другим. Ты с кем в России из старых друзей общаешься? Санопко, с Хохловым, с Парфеновым, с кем еще? С Валеркой Карпеновым. И давайте в чемпионате мира что сборная Испании ждет? Кто-то говорит, что она уже выдохлась и не тот уже не там. Кто говорит? Ну, как бы, что уже они столько навыигрывали. Пока же чемпионат мира. А ты что скажешь про сборную Испанию? Состоящая из одних лучших, из одних из лучших игроков мира. Как подготовить сейчас ее тренер? я думаю, там проблем не будет. В каком состоянии они подойдут? Сборная России как думаешь? Ну, сборная России тоже очень хорошие игроки. Великолепный тренер. Как он ее подготовит? Психологически. Смотрел последний матч? Нет, не смотрел ни одного матча. в этом... Ой, извиняюсь, смотрел последний матч с 7-го числа как раз. Ань, когда забил Березусский и Жирков. Марокко. Да. Какое впечатление оставил игра? Ну, сейчас расскажи какое-то впечатление. Результат есть. Вот это радует. Не пытался сравнить ту сборную нашу, которая не хочет этого делать. Я считаю, что это неправильно сравнивать. Нельзя сравнивать. Есть конкретные циклы, есть конкретные... Это мое личное мнение. А ты мне скажи, вы недавно были на тренировке в сборной, встречались с Капелло, что интересного? Дон Фабио рассказал. Задавай ему вопросы, конкретно интересующие нас, как будущих тренировок. Что ты сделали список вопросов. В основном знаешь, такие вопросы, типа похожие на журналистские. В основном интересовал конечно чемпионат мира. там был один вопрос, что мне очень сильно понравилось по поводу то, что ты говоришь командный, когда он был в команде. Так же самое в принципе относится к сборной. Если результат и красивая игра. На что он ответил говорит, вы можете тренировать у вас будет великолепная игра, не будет результата. До свидания. Я с ним полностью согласен. Нужен результат. Не будет результата. Возьмем просто. Ты придешь посмотреть футбол. Мы будем играть великолепно. То по какому принципу же Валерий Берич. сыграл как сыграл Карпин. Он пытался давать результаты. Результата не было. А команда играла. Первый тайм команда великолепно играла. Посмотришь вообще не выходят. За штрафную не могут выйти. Когда они проиграли 2-0. Юрген на сборах выполняли все. результат. И во-первых нет результата и у ребят нет уверенности. А если у игроков нет уверенности какие бы они не были мастера то начинается уже паника. И потом выходить психологически очень тяжело с этого. Конкретный пример Атлетика Мадрид. Что сделал Симеоне с командой. Не с командой. до этого были великолепные игроки. И ничего. И ничего. Пришел он и буквально за год он сотворил как тренер я считаю что просто бог. Я помню мы играли. Он в интерь же играл. Я против него тоже играл еще в свое время. Он был жесткий подключий кусачий. Он таким и тренером остался. Тренером не знаю. И если бы не жестким подлечим. Нет. Он такой команды. Дисциплина там говорят что очень железная дисциплина. это первое что надо что тренер должен сразу поставить себя. Это дисциплина. Не будет дисциплина в команде ничего не будет. Может где-то встреч поговори насчет Спартака. Там как раз с этим вопросом все не в порядке. Да я думаю что он сюда не приедет с ним. Ладно. Оставили футбол. Будущий тренер Юрий Никифоров и Юра Никифоров человек сентиментальный нет? есть чуть-чуть. А не возникало желание взять какой-то из этих дней махнуть в Тарасовку там походить побродить зайти в комнату где-то с Илюхой с инбаларем жил там я не знаю потом сесть чуть-чуть сплакнуть не возникало потому что меня туда даже не пустят. Я подел тебе маленький пример я приехал в Одес в свой родной город и пришел на ЧМП посмотреть вернее да так меня даже туда не пустили зайти ну что бывает Ленина в Кремль как-то не пускали я не о том что все понятно ты когда ты был игроком это одно а когда ну тебя забывают через два месяца ты нафиг никому не нужен ну и в заключении такой вопрос я мог не задать что стало недоставать тебе с уходом Илюхи сам говоря его улыбки ну давай поменим вот это царство ему небесного земля ему пускай будет пухом все не знаю как правильно говорить тяжело я даже на том вечере не мог говорить когда ты мне сказал что я должен сказать речь я вроде готов знал что нужно сказать но очень тяжело давай все хорошо хорошо все что